Русские это обращение к вам. Меня зовут Сергей Пертула, мы с вами не знакомы, но поскольку я 17 лет работал телеведущим, то я знаком, пересекался, работал с огромным количеством звезд русского шоу-бизнеса. Именно это и стало основанием моего к ним публичного обращения 25 февраля этого года на второй день большой войны, которую у вас принято называть военной спецоперацией. Это был в некоторой мере шаг отчаяния, но просто когда на твою землю падают бомбы, ракеты, снаряды, нужно что-то делать. Но, как оказалось, этот шаг был достаточно наивным. Я призывал русских звезд остановить войну. Я это делал, отталкиваясь от реалий внутренней украинской повестки, где звезды спорта, телевидения или музыки имеют реальный вес в обществе. То есть их слово является аргументом и для общества, и для правительства на некоторых этапах жизни нашей страны. Но что говорить, если у нас артист стал президентом? И вот я наивно подумал, что сотни русских звезд, у которых многомиллионная армия поклонников и неоспоримый авторитет, что вот именно они смогут достучаться до общества и объяснить бессмысленность всего происходящего. Ну, как минимум, потому что они все приезжали, прилетали в Украину даже после 2014 года и неплохо здесь зарабатывали, не видя здесь никаких нациков. Но русские звезды молчали. И в какой-то момент я понял, что ждать осмысленной реакции от русских селебритис на происходящее не стоит. Потому что они, как и вы, смотрящие сейчас это видео в РФ, вы жители страны наоборот. Ну, потому что у вас действительно все наоборот. То есть есть вот так, как должно быть, а есть так, как у вас. Вот когда глава РПЦ, вместо того, чтобы взывать к миру, он благословляет войну. Это же действительно дело богоугодное, убивать христиан в соседней стране. Он, правда, благословлял военную спецоперацию, а не войну. Но и тут у меня как бы нестыковка, которую я хотел с вами обсудить. Вот в моем понимании спецоперация, это когда на вертолетах вылетаешь в чужую страну, убиваешь Усаму Бен Ладена и возвращаешься. Вот это военная спецоперация. А когда сотни тысяч солдат, когда тысячи танков, когда все типы авиации, когда Черноморский флот и Каспийская флотилия, когда баллистические ракеты. Какая к черту спецоперация? Это война. Но вам нельзя называть ее войной, потому что вас посадят. Потому что вам нужно говорить, мы убиваем украинцев, чтобы наступил мир. Потому что они хотели на нас напасть. И мы были вынуждены. Я вот это слышу уже 8 лет. Оккупировали Крым, потому что туда могли прийти бандеровцы. Начали войну на Донбассе, потому что туда могли прийти бандеровцы. Вторглись в Украину, потому что защищаем родину от нациков. И важно даже не то, что ни в Крыму, ни на Донбассе этих бандеровцев в глаза не видели. По крайней мере, пока туда не пришел русский мир. Меня интересует другое. Вот объясните мне, русские, как вы себе это представляете? В канун 24 февраля сидит Зеленский, советники, главком, министр обороны. И Зеленский спрашивает. Так, сколько у нас людей в армии? Говорят, 250 тысяч. А у русских более миллиона. Сколько у них танков? Раз в 7 больше, чем у нас. А авиации раз в 20 больше, чем у нас. И если я не ошибаюсь, у нас нет ядерного оружия, а у русских есть? Все сходится, да? Отлично! Атакуем! Не люблю легких задач. И давайте еще за компанию захватим Беларусь. Вы реально верите, что вот это выглядело так? И поэтому вам пришлось нанести превентивный удар? Поэтому я и говорю, что вы страна наоборот. Вы хотели нас демилитаризировать. У нас была армия 250 тысяч человек. Сейчас миллион. И еще миллион стоит в очереди военкоматы. Вы хотели, чтобы мы не были в НАТО и чтобы НАТО не приближалось к России? Так мы и не в НАТО. Но зато там скоро будут Швеция и Финляндия. И там разместят оружие, которое может вас побеспокоить. Вам говорят, что санкции это хорошо, потому что они способствуют импортозамещению? А почему тогда дочь Пескова ноет, что санкции это плохо? Она что, Рос-ТВ не смотрит? А, ну хотя да, не смотрит. Она же не живет в России. Как, собственно, и большинство детей русских так называемых элит. Они не живут в России. Они живут на Западе. Смешно, правда? Россию-матушку поддерживает Эритрея, Северная Корея, Беларусь. А дети русских чиновников и олигархов живут и учатся в США, Великобритании и других странах, которые они же сами называют главными врагами России. А вы бы своих детей к врагу отпустили, русские? А давайте я еще немножко, русские, расскажу, что вас ждет в будущем. Схватку с Украиной вы проиграете. Это уже очевидно всему миру, кроме вас. Вам рассказали, что вы пройдете маршем по Украине, уничтожите какие-то нацбатальоны, и местные жители будут встречать вас с цветами. И это займет каких-то 3-4 дня. А почему уже 5 месяцев войны? Почему погибло 40 тысяч русских солдат и офицеров? А потому что вся страна объединилась против вас. От мала до велика. Самое конченное, что вы сделали в своей жизни, вы уничтожили те города, где были люди и русскоязычные, и пророссийски настроенные. Да, было такое, что в Мариуполе, Попасной и Северодонецке были те, кто ждал прихода русского мира. Русский мир пришел, убил папу, изнасиловал маму, разрушил дом. Те, кто раньше был за вас, сейчас вас проклинают. Дети, которые родились в бомбоубежищах, они вырастут и будут знать, благодаря кому их мамы рожали в бомбоубежищах. 13-летний мальчик в Харькове, 4-летняя девочка в Виннице, 2-месячный ребенок в Одессе. Жители этих городов не забудут и не простят, как и сотен других украинских городов. Дети каждого убитого украинского солдата будут расти только с одной мыслью – месть. И это вы сделали своими руками, русские. Вы думали, вы будете убивать, насиловать и грабить, и об этом никто не узнает? Эй, ребята, 2022 год. Вы снимаете сюжеты, где русская баба вопрошает, за что убили ее мужа, стоя на фоне холодильника с надписью «Два года гарантии на украинском языке». Че ты ноешь, русская баба? У тебя все отлично сложилось. Ты обменяла мужа-мародера на холодильник. Чем не поле чудес? Русские – цифровой век, гаджеты, камеры. Да мы уже идентифицируем вас. В какой-то момент вас удивит, что как-то слишком часто освободители случайным образом тонут во время отдыха в Шарм-эль-Шейхе или падают по пьяни с балконов отелей в Анталии. А это будут не случайности. Вы русские украинского языка не знаете, а мы русским владеем неплохо. И мы будем искать вас по всему миру. И тогда вы закроетесь своей России. Но даже и это не поможет, потому что мы будем выжидать, а вы будете невнимательные. Самые умные из вас уедут из страны. Они уже это сделали. Уехавшие в другие страны будут мимикрировать под... Какая подлая штука жизнь. Под украинцев. И будут менять гражданство. Потому что русский паспорт будет токсичен. Потому что вы будете известны всему миру как нация убийц, насильников и воров. Русские – ваши дети – будут вас проклинать. Потому что их ждет бедное и голодное будущее. Вас обложат санкциями. Вам запретят выезд куда-либо, кроме Северной Кореи. Вы будете выплачивать огромные репарации, за которые мы отстроим украинские города и села. Вы будете орать, что вы ни в чем не виноваты. Виновата только власть. А простые люди не должны страдать. Но, во-первых, вы избрали эту власть. Вы ее поддерживали. И не сделали ничего, чтобы ад в Украине прекратился. А, во-вторых, запомните, в отличие от ваших детей, дети тех, кто это все затеял, они будут чувствовать себя относительно неплохо. Потому что, пока вы меняли жизни своих сыновей на белые лады, они меняли гражданство. И вот, когда вы будете выть от безнадеги в своих клязмах и альметьевсках, впору будет вытянуть портрет мертвого, уже на тот момент, ботоксного царя, и поцеловать его со словами «Спасибо товарищу Путину за наше счастливое детство». Как видите, в этом видео я уже не призываю ни русских звезд, ни русское общество остановить войну. Вы на это не способны. Вы не способны ни на что. И если вы думаете, что все вышесказанное мною – это моя ненависть, то и тут я вас разочарую, русские. Ненависть – это слишком много для вас. Ненависть – это даже благородно. К вам больше подходит слово «презрение». Вы прокляты все без исключения. Вам и вашим детям жить с позором и в изоляции от цивилизованного мира, который хочет созидать. Вы же способны только разрушать. Ваше будущее – страна-изгой. Ваше будущее – страна-404. И не дало тот час, когда в Махачкале, Улан-Удэ и Якутске, после того, как с войны не вернутся тысячи бойцов, возникнет вопрос – а зачем нам убивать украинцев, если русские ближе? И это они отправили нас на фронт пушечным мясом, как всегда и делали с покоренными народами. Но надолго ли? Горите в аду, русские. Орел вам аплодирует. Редактор субтитров А.Семкин